В целях экономии места на вашем диске мы провязали оставшиеся до 40 рядов без вас. А сейчас приступим к закрытию образца. Для этого вам потребуется одноигольный деккер. Итак, посмотрите внимательно. Я снимаю первую петлю на деккер. Вот так ставлю деккер почти вертикально. Передвигаю его на один шаг влево. Одеваю деккер на крючок. Посмотрите, не вбок, не подсовываю никогда. Одеваю деккер на крючок. Поднимаю деккер и сбрасываю эту петлю на иглу. Далее, будьте внимательны. Я увожу обе петли за язычок. Они находятся на стержне иглы. Накладываю сверху нить, идущую от клубка. И утягиваю иглу за пятку так, чтобы петля провязалась. Вот вы видите, крупно у вас сейчас вот наша одна петля вместо двух. Далее, я вновь снимаю ее на деккер. Переношу на соседнюю иглу. Провязываю вручную. Можно это сделать вот так вот, как я сейчас сделала руками. Видите, я подхватываю за основание петлю. Вот я ее держу за основание. И перевешиваю на соседнюю иглу. И еще раз я покажу, как делается это деккером. Вы выберете тот способ, который вам подходит. Теперь руками. И теперь я желаю вам самостоятельно закрыть ваш образец. Итак, вот почти все петли уже закрыты. Мы подходим к окончанию. Посмотрите, как закрывается последняя петля. Медленно показываю. Вот две петли вместе. Провязали вручную. И у нас осталась одна длинная петля. Вытяните ее подлиннее. Мы обрываем или обрезаем нить. Закрепляем ее в зажиме на нити в воде. Я надеюсь, вы помните, где это. И протягиваем оставшуюся нить сквозь эту длинную петельку. Снимаем оттяжную гребенку. И вот ваш замечательный образец готов. Продолжение следует... Продолжение следует...